Вы знаете, я думаю, что здесь количество перешло в качество, что называется, и наоборот, как уж вам больше нравится. Безусловно, борьба с коррупцией ведется, просто для обывателя она была в какой-то степени незаметна. И в какой-то момент сложилось мнение, что у нас, собственно, существует только один борец с коррупцией, это господин Навальный. На самом деле, если вы позволите, я сделаю небольшую ремарку историческую. Если это будет интересно, она состоит в следующем. Первые 16 лет существования российского государства действительно борьбы с коррупцией как юридического и политического феномена не существовало, потому что не было соответствующего законодательства, в соответствии с которым можно привлечь к ответственности тех или иных коррупционеров. Почему его не было? Это отдельный вопрос. Можно высказать предположение. Оно состоит в следующем. В течение этих 16 лет разнообразные политические силы пытались провести через Государственную Думу законодательство по борьбе с коррупцией, но все время натыкались на противодействие со стороны тех или иных политических сил. Сделать это не удавалось. Резюмируя данную проблему первых 16 лет, можно признать, что очевидно борьба с коррупцией встречала жесточайшее сопротивление со стороны коррупционеров, которые задействовали разнообразные, в том числе политические механизмы, препятствовали формализации, институционализации этой борьбы и даже тому, чтобы появился соответствующий закон. В 2007 году в России был принят первый федеральный закон о противодействии коррупции. Именно с этого момента времени, то есть 9 лет назад, у нас началась реальная антикоррупционная борьба. С этого момента Россия приняла большое количество разнообразных нормативных актов разного свойства, разного качества, разного уровня. И фактически это привело к тому, что создана целая большая нормативная система по противодействию коррупции, которая, может быть, не является на сегодняшний день совершенной, но которая соответствует международным стандартам и которая предусматривает разнообразные способы и методы борьбы. И в том числе учитывает разные нюансы, связанные с деятельностью государственных гражданских служащих, их родственников, таким важным нюансом, как конфликт интересов, то есть интереса госслужащего, государственного интереса и его личного частного интереса. Собственно, это и есть коррупция как таковая и прочее. То есть на сегодняшний день Россия в этом смысле полностью или почти полностью, нет предела совершенства, безусловно, вооружена законодательно, нормативно для борьбы с коррупцией. После того, как в России начался процесс формирования антикоррупционного законодательства, вскоре после этого началась практика борьбы с коррупцией в государственном масштабе, потому что без соответствующих юридических норм бороться с коррупцией, как вы понимаете, невозможно, потому что невозможно привлечь коррупционера к ответственности. Начиная с 2007-го вплоть до настоящего времени борьба с коррупцией шла по нарастающей, увеличивалось количество дел, возбуждаемых по антикоррупционным статьям. И в какой-то момент времени, собственно, процесс вышел на уровень медийности, на уровень того, что те или иные антикоррупционные процессы превратились в так называемые громкие дела, то есть начали привлекать внимание общественности. Хотя еще раз подчеркиваю, что, конечно, в последние годы очень активно велась борьба с коррупцией, существуют сотни и тысячи дел, которые ежегодно возбуждаются. Это множество чиновников и других должностных лиц на самых разных уровнях. В основном ведь ситуация такова, что основная львиная доля этих дел, она возбуждается против чиновников низового уровня, уровня муниципалитета, например. И, конечно, эти дела не попадают в фокус внимания общественности, не становятся интересным для журналиста средств массовой информации, потому что, ну, в силу своей малозначимости в общефедеральном контексте. Но в последнее время произошло то, что я называю перерастанием количества в качество, то есть вал антикоррупционных дел привел к тому, что возникают все новые и новые дела, которые имеют резонансное звучание. Это несколько крупных дел, связанных с высшими должностными лицами, субъектов федерации, Сахалин, Коми, Кировской области. Эти дела нам все хорошо известны. Это крупные дела, связанные с крупными чиновниками на федеральном уровне, которые сейчас мы наблюдаем. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, что все дело в том, что целенаправленная системная работа по противодействию коррупции, она привела к тому, что сейчас она стала заметна публике.